Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Михаил Федорович Коваленко, заведующий кабинетом мануальной рефлексотерапии поликлиники филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Михаил Федорович! Здравствуйте, Мария! Очень рады знакомству, очень рады видеть вас в нашей студии. Сегодня интересную тему поднимаем. Хотелось бы, конечно, вас как профессионала в мануальной рефлексотерапии попытать. Назовем это вот так. Михаил Федорович, давайте начнем с самого начала. Что такое мануальная терапия? До сих пор мнения ученых по этому поводу несколько отличаются друг от друга. Но если подходить, как рекомендуют классики медицины, то мануальная терапия предошла от слова «манус», то есть это кисть руки. А терапия – это значит лечение. То есть, если соединить эти два понятия, то получится… Лечение руками. Лечение руками, совершенно верно. Да. Вы могли бы стать хорошим мануальным терапевтом. Я приму это на заметку, но все-таки сегодня речь не обо мне, а о мануальной терапии и том, как она оказывает влияние, и какое оказывает влияние на организм человека и на его, самое главное, выздоровление. Хотелось бы, конечно, узнать, а как развивалась мануальная терапия? Этот вопрос настолько интересен, что он напоминает детективный роман, поскольку, односложно сказать, невозможно, как это все происходило, но, пользуясь различными источниками, в основном мы говорим о том, что от Гиппократа. И Гиппократ впервые использовал различные мануальные способы воздействия и применял при лечении различных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Некоторые считают, что он в этом преуспел, но по-настоящему термин «мануальная терапия» и близкие к нему понятия возникли, безусловно, значительно позже. К нам понятие «мануальная терапия» было принесено с помощью контактов с дружески настроенными врачами Чехословакии. И в Праге замечательный доктор, профессор Карел Левит, он явился основоположником направления мануальной терапии, которую он назвал «мануальная медицина». И изложил это все в виде фундаментального труда под названием «мануальная медицина». Этот труд смог выдержать пять изданий, начиная с 1974 года. И в предисловии к этому замечательному научному труду Левит указывает, что мануальная медицина или мануальная терапия имели корни в Соединенных Штатах Америки. В частности, он ссылается на университете Мичиган, в частности, вспоминает труды ученого по фамилии Митчелл. И благодаря тому, что возникли полезные контакты с учеными из этого университета, стало возможным развитие мануальной терапии в Чехословакии. А в свою очередь Левит сделал возможным, чтобы это стало достоянием для врачей и ученых Советского Союза. В замечательной статье о том, как мы изучали мануальную терапию, профессор и крупный специалист в области и мануальной терапии, и кинезиологии Васильева Людмила Федоровна, она пишет, что мы во многом обязаны в этом замечательному человеку, доктору Ому Григорьевичу Когану, руководителю кафедры нервных болезней из Новокузнецка, из Медицинского института Новокузнецка, который в начале 70-х годов приехал в гости к своему сыну в Прагу, а сын проходил обучение в Пражском университете. Но поскольку он, Григорьевич, был очень деятельный человек, то с порога он спросил, «Сынок, что нового в Праге?» Сын ответил, «Курсы по мануальной терапии». Он, «Где проводят?» спросил. «Я пойду учиться». «Я пойду учиться». И через час он уже был в университете, на медицинском факультете, и записывался в группу по мануальной терапии. И вот месяц, Ом Григорьевич, не зная чешского языка, а преподавание было только на чешском, месяц он там занимался, добросовестно всё записывал, ему разрешили сфотографировать имеющиеся там схемы, таблицы, он это всё сделал, а вечерами они с сыном занимались переводом. И в течение курса обучения такого месячного, Ом Григорьевич смог собрать необходимый материал, причём с переводом на русский язык, и благополучно вывез это всё в Советский Союз, в Новокузнецк. Мы получили технологии, которыми пользуемся уже на протяжении многих лет. Вы достаточно давно занимаетесь мануальной рефлексотерапией, я подчеркиваю. Вот почему такое сочетание? Дело в том, что профессор Левит, можно сказать, как бы тот, кто возглавлял направление мануальной терапии в чешском варианте, он указывал, что мануальная медицина сама по себе, она является, во-первых, замечательным методом и диагностики, и лечения поражения суставов позвоночника и суставов конечностей. Но кроме этого, мануальная медицина – это замечательный способ лечения рефлексотерапевтически, и прежде всего в области снятия, купирования различных болей неврологического характера. Поэтому он как бы говорил о том, что мануальная терапия и рефлексотерапия представляют собой одно единое целое. И в дальнейшем, когда встал вопрос о том, что пора организовать первые курсы мануальной терапии в Советском Союзе, и с помощью Ома Григорьевича Когана, и с помощью некоторых других ученых, на кафедре рефлексотерапии Института усовершенствования врачей, тогда это называлось ЦОЛИУФ, а сейчас это Академия постдипломного образования Российской Федерации, начальник кафедры профессор Гайденко Василий Сергеевич, в 1984 году были такие курсы организованы. И они назывались «Курсы по мануальной рефлексотерапии вертеброгенной патологии», то есть патологии позвоночника. И вот отсюда возникло это понятие. Что интересно, на эти курсы первоначально планировалось записать 20 врачей-преподавателей, потом это число выросло до 40, потом до 60, окончательное число было 80. Как они размещались в тесном таком достаточно небольшом помещении, трудно себе представить. Но, видимо, это были большие энтузиасты своего дела. И они с удовольствием слушали лекции, записывали все необходимые современные данные, и потом готовились все это передать своим ученикам в будущем. Михаил Федорович, не все-таки с какими проблемами обращаются именно к Вам в Ваш кабинет, и какие методы лечения диагностики используете Вы? Дело в том, что сама по себе мануальная терапия или мануальная медицина включает раздел диагностики. То есть существует мануальная диагностика. Это комплекс ручных приемов, с помощью которых можно определить причины поражения позвоночника, суставов, причины поражения различных нервных корешков, и выработать определенный план стратегии лечения. А с помощью дополнительных методов мы можем выяснить более подробно какие-то особенности. И только после того, когда диагностика проведена, а раньше необходимым было сделать рентгенографию определенных отделов позвоночника, а сейчас это магнитно-резонансная томография или компьютерная томография, и мы уверенно себя чувствуем, когда пациент приносит уже готовое заключение. Существенно облегчили жизнь новейшей технологии. Да, да. И наше население с удовольствием идет на эту диагностику, поскольку она раскрывает тайны, скрытые в недрах организма. То, к чему стремились всегда люди, сейчас это стало реальностью. С чем обращаются именно к вам? Наша профилизация – это, конечно, прежде всего заболевание позвоночника. Обращаются с различными болевыми синдромами, связанными с позвоночником. Это остеохондроз позвоночника, это, безусловно, какие-либо искривления позвоночника. Ну и бич нашего времени – это межпозвонковые грыжи. То есть, это выпячивание полужидкой части межпозвонкового диска, которое образуется в результате заболевания, которое приводит к образованию отверстий, трещин в боковой части диска. И вот с помощью различных нагрузок человек как бы способствует выдавливанию этой полужидкой части хряща, которая формирует грыжу межпозвонковую. И когда эта грыжа сдавливает нервный корешок, который выходит из спинномозгового канала через соответствующие спинномозговые отверстия, здесь происходит ущемление корешка и развитие конфликта, приводящего к болезни, к болевому синдрому, отёку, воспалению и отказу соответствующих конечностей рук, ног, поражению головного мозга и сердца. Поэтому это очень важный аспект, которым может заниматься мануальная терапия. Ну и достаточно успешно заниматься. Безусловно. Упорные головные боли, которые связаны с остеохондрозом позвоночника, смещением межпозвонковых дисков, не только в виде грыж, но и в виде протрузий, то есть выпячиваний, которые приводят к сдавлению сосудов и вызывают спазм сосудов, а вдоль шейного отдела позвоночника проходят сосуды, которые обеспечивают питание головного мозга. И если не вмешаться в этот болезненный процесс, дальше он может принять необратимый характер, и пострадает интеллект, пострадает память, работоспособность. А нам важно, чтобы наше население чувствовало себя хорошо и было трудоспособно. Тем более, что в ногу со временем... Но все хотят быть активными, все хотят жить долго, и самое главное – активно. Активно. И трудиться долго, поскольку пенсионный возраст, видимо, будет возрастать, и хорошее самочувствие просто необходимо. В этом плане роли значения мануальной терапии, иглотерапии, инъекций, препаратов, способствующих восстановлению межпозвонковых дисков, ну и некоторых других методик резко увеличивается, возрастает. Я думаю, что со временем мы все-таки придем к тому, что будем больше заниматься именно профилактикой наше население, потому что все хотят жить долго. Но, к сожалению, психология человека иногда мешает ему предупреждать болезнь, хотя все знают, что это легче сделать, чем лечить. И вот тогда мы должны подсказать с помощью вашей передачи, которая пользуется большим успехом у телезрителей, и многие пересказывают многие вещи, которые вы здесь освещаете, рассказываете. Мы могли бы несколько улучшить состояние здоровья, населения. Мы этим только и занимаемся. Михаил Федорович, говорим, мануальная рефлексотерапия. Откуда вообще появилась рефлексотерапия? И почему именно такое понятие? И взаимосвязано ли это с иглоукалыванием, акупунктурными техниками? Безусловно, это так. Дело в том, что термин рефлексотерапия, он имеет такие древние основы, то есть, если дословно перевести, то это как бы получается лечение с помощью использования рефлексов. А если перейти на более научный язык, то мы будем говорить о том, что рефлексотерапия, принятая в Советском Союзе в свое время, а сейчас в России, является, скажем, вариантом джэньзю терапии китайского происхождения. И здесь вот стоит напомнить о том, что не так давно, в 2016 году, была юбилейная научная конференция, посвященная 60-летию рефлексотерапии в Советском Союзе и в России, и 30-летию мануальной терапии. Так вот, если несколько, скажем, позволить себе сделать экскурс в историю, то следует отметить, что таким важным годом был год, который позволил группе советских ученых 62 года тому назад выехать на обучение в Пекин в Институт народной медицины, которым руководила Джулянь, замечательный китайский доктор, рефлексотерапевт по-нашему, ну а по китайским понятиям специалист по джэньзю терапии. И эта замечательная доктор была женой первого секретаря обкома партии Пекина, поэтому, видимо, все было согласовано на самом высоком уровне. И вот группа врачей, которую отбирали здесь вот в Москве, да, и в ее составе вошли многие известные доктора, которые потом стали кандидатами, докторами наук, в частности, вот Дина Мухаммедовна Табеева, очень известный доктор, которая потом возглавила кафедру рефлексотерапии в Татарстане, уехав туда. Вот, кроме этого, в Агралик, который возглавил кафедру в Горьком, кроме этого, Усова, Муза Кузьминична, которая работала на нашей кафедре рефлексотерапии, которую сейчас возглавляет профессор Гайденко Василий Сергеевич, вот, Осипова Нина Николаевна, которая последнее время работала в институте имени Сеченова медицинском и участвовала в занятиях по иглотерапии, рефлексотерапии, которые проводили на курсах усовершенствования врачей. Муза Кузьминична, Усова, ну и Вагралик, многие другие, всех трудно так вспомнить, да, но вот эта группа врачей, она получила возможность обучения в Китае, в Пекине, да, и, приехав в Советский Союз, всем была предоставлена возможность оформить свои научные исследования в виде диссертаций, преподавать на кафедрах, и, таким образом, китайское иглоукалывание, джиньзютерапия, получила продолжение, как бы, с жизни на территории уже Советского Союза, ну а название решили дать рефлексотерапия. Почему? Потому что марксизм-ленинизм, он требовал, как бы, определенного такого отношения к понятиям энергии и к понятии рефлекса. Все, что было связано с энергией, ну, вызывало, как бы, такое пристальное внимание, и... Ну, решили уйти. Решили уйти в сторону, совершенно верно. Сгладить. Да, и таким образом перешли к представлению о том, что вот есть такая наука рефлексотерапия. Что интересно, вот самое такое большое, подробное издание, книга по рефлексотерапии, было написано Диной Мухамедовной Табеевой. Вот последнее издание, по-моему, пятое или шестое, уже было много изданий, последнее издание все-таки было названо иглотерапией. Да, поэтому вернулись к истокам таким образом. Но от этого суть не меняется. И я думаю, что метод, который по одним источникам имеет пятитысячную такую историю применения, по другим даже больше пяти тысяч лет, я думаю, заслужит внимание. Какой метод наиболее эффективен в борьбе с заболеваниями позвоночника? Вы знаете, наиболее... лечить можно, но многие заболевания имеют не только показания к мануальной терапии, но и противопоказания. А вот возможности применения иглотерапии или рефлексотерапии значительно шире, и противопоказаний значительно меньше. Но самый высокий эффект достигается путем сочетания мануальной терапии с рефлексотерапией. Это дает максимальный результат. Но те, которые владеют и тем, и другим методом, они, конечно, обладают более широким таким лечебным диапазоном. Жителям Одинцовского района повезло, у них есть вы. Я думаю, что есть и многие другие доктора, владеющие этим методом. Но то направление, которому я придерживаюсь в силе того, что обучался на кафедре рефлексотерапии, а сейчас рефлексологии с курсом мануальной терапии, это позволило ну как-то шире подойти и к диагностике различных заболеваний, ну прежде всего позвоночника, да, и к лечению. Поэтому мы говорим о том, что нужно применять комплекс мероприятий. И нужно говорить о том, что и режим, и диета, это также важно, да, но сочетание и иглотерапии, и мануальной терапии, и точечного массажа, и классического массажа, использования тепловых процедур различных. У китайцев это дзю терапия с помощью прогревания биологически активных точек полынными сигарами, сигаретами. У нас есть аппараты, приборы, позволяющие без полыни создавать необходимую температуру в точке воздействия. И, конечно, нужно использовать и лечебную физкультуру обязательно. Мы сторонники того, что очень хорошо помогают упражнения йоги по системе йоговой. Мы в этом усматриваем дружеское свое отношение к достижениям Индии, поскольку она тоже, как и Китай, имеет многовековой опыт применения методики йоги. А юрведа, как разновидность, скажем, такой вот народной медицины Индии, вообще представляет очень такое многогранное учение. Но в том числе вот входит и применение упражнений. Они очень эффективны, в умелых руках они безболезненны, они не опасны, но требуют, конечно, методической подготовки. Мы на эту тему опубликовали книгу в 2012 году по лечению заболеваний позвоночников и суставов. Многим пациентам нравятся те упражнения, которые в ней были представлены. Михаил Федорович, как попасть к вам, что необходимо для этого иметь на руках, какие документы, какие направления, от какого врача? Для того, чтобы попасть на прием, нужно иметь либо просто желание и непосредственно обратиться в регистратуру поликлиники, расположенной на улице Садовая, 22. Мы рады будем всем желающим получить консультативную помощь или консультативно-лечебную помощь в нашей поликлинике. Я думаю, что препятствий никаких не будет. Но направление, которое мы выбрали, это лечение прежде всего заболеваний позвоночника. Да, конечно, оно востребовано, поскольку в силу увеличения напряженности труда увеличивается количество людей, страдающих болями в позвоночнике. И, конечно, этим нужно заниматься, прежде всего обследоваться, ну, а потом уже и лечиться. Спасибо, Михаил Федорович. Я предлагаю продолжить наш разговор в следующих передачах. Поговорим обязательно и о том, применимы ли эти методы для лечения детских проблем с позвоночником, да, то, что касается детей, ну, и о многом другом, потому что тема обширная, есть о чем поговорить. Время пролетело так незаметно, что я подумал, мы только переходим к следующим вопросам, а уже пора прощаться. Ну, я думаю, что сегодня мы дали для наших телезрителей основную информацию о том, что такое мануальная рефлексотерапия, где этой терапией можно воспользоваться, что она дает на сегодняшний момент современному человеку, который страдает проблемами с позвоночником или страдает болями. Это абсолютно правильно. Мне хотелось бы пожелать нашим зрителям, чтобы они рассматривали все блага, которым стремится человек, как многочисленные нули. Это и богатство, это и красота, это и умение интересно жить, это желание обладать различными красивыми автомобильными домами, дачами, но, чтобы они не забывали, что все это будет выглядеть как формула, приносящая пользу и здоровье в том случае, когда впереди будет единица олицетворяющая здоровье. Спасибо, Михаил Федорович. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. До свидания.